Привет, это Олесин, надеюсь, все не штяк. И давайте посмотрим, что происходит с биткоином. В этом видео я хочу обратить внимание на последнее движение цены, особенно на последние панические распродажи в мае и на ретест этих уровней, вот буквально недавно. И хочу поговорить о том, что это значит, и о том, как это соотносится с волновой теорией элита, и чего нам ожидать по биткоину. Так что присоединяйтесь. Окей, чуваки, добро пожаловать на канал. Буквально несколько дней назад биткоин упал на ретест панических лоев, вот этих вот, как вы видите, майских лоев, 30 тысяч примерно, и биткоин упал и ретестировал этот уровень даже чуть ниже, и после этого отскочил очень сильно, как вы видите. Но, когда он это сделал, обратите внимание, что мы ретестировали этот лоу, который у нас уже был в мае, с позитивной дивергенцией на MACD, потому что MACD у нас здесь возрастает, в то время как биткоин делает более низкий низ. Что это означает для биткоина? Давайте, во-первых, я покажу вам, что я считаю очень-очень важным в этом всем замесе. Что я вам показываю здесь, это теория волн Эллиота, и как она гласит, наверное, вы уже знаете, что рынок обычно двигается пятью волнами. Другими словами, движение цены можно разделить на пять волн, которые идут в направлении одного большего тренда. Как вы можете здесь видеть, раз, два, три, четыре, пять, в восходящем тренде, и также они разбиваются на три волны, когда идут против большего тренда. Как вы видите, вот волна ABC в коррекционной структуре. Теперь, ребята, обратите внимание, что вы видите здесь, это называется коррекция. Коррекционная волна ABC. Итак, волна А всегда состоит из трех меньших волн, ABC. Волна Б также состоит из трех маленьких волн, но волна С обычно состоит из пяти волн, как вы тут видите по голубой линии. Волна С обычно состоит из пяти меньших волн. И причина этому, потому что волна С — это импульсивная волна. Окей, я не хочу это делать слишком сложно, я хочу сделать просто, чтобы вы поняли. Так что давайте оставим это просто. Все, что вам нужно помнить, то, что волна С в структуре ABC, коррекционной структуре, имеет пять маленьких волн внутри нее. И ключевая фишка в том, что когда пятая волна этой волны С подходит к концу, вот тогда становится вероятнее всего продолжение основного тренда. То есть в этом случае продолжение восходящего тренда. Еще выше. Вот почему это важно. Давайте вернемся на график биткоина. Как вы здесь видите? Давайте посмотрим и отдалимся немного. Как я говорил уже несколько недель или даже месяцев, биткоин сейчас наблюдает коррекцию ABC. Вот была волна А, вот Б, и я говорил, что вот это, скорее всего, волна С. И, как вы помните из последнего видео, что я делал несколько дней назад, что это волна С. Но фишка в том, что мы не знаем, в какой из маленьких волн внутри этой волны С мы находимся. Как я вам только что показывал на этом графике, волна С состоит из маленьких пяти волн. И в какой из этих волн мы находимся? Сейчас я вам покажу фрагментик своего членского видео 6 июня с моей платной группы. Эксклюзивный материал, ребята. Вопрос в том, увидели ли мы завершение всех пяти волн внутри этой волны С, которая может обеспечить нам продолжение восходящего тренда? Я все еще так не думаю. И я считаю, что самое правильное здесь расчертить волны так. Раз, два, три. И вот это вот хочет быть волной 4, но на самом деле, возможно, что вот этот зигзаг, который мы здесь видим, это все волна 4. Волна 4, коррекционная волна С. И это означает, что еще одна волна вниз все еще очень вероятна. Так что вот это будет волна 3, и вот это потенциально все волна 4. И если биткоин падает снова ниже 33 тысяч, это может повлечь за собой движение ниже 30 тысяч, куда-нибудь на 28. Так что, еще раз, я думаю, что вот эта все большая коррекция, большая волна 4, если все это часть волны 4, то волна 5 может быть пробитие поддержки и унести нас на 28 тысяч примерно. Пятая волна волны С. Вот что, я думаю, будет наиболее вероятным сценарием, что означает, что до тех пор, пока биткоин будет продолжать находиться ниже уровня 40 тысяч долларов, вероятно, что мы увидим очередной ретест этих панических распродаж. Так что ретест на панические лаи будет вполне себе нормальным, если мы упадем ниже 30 тысяч и, скорее всего, сходим туда. Окей, ребят, вот мы вернулись. И как вы слышали в членском видео за последние недели, я говорил, что, скорее всего, до тех пор, пока биткоин находится ниже ключевого уровня, в 41 тысячу, до тех пор, пока биткоин ниже этого уровня, все еще очень большой риск, что мы пойдем на ретест лаев в 30 тысяч или даже ниже, панических лаев мая. Что мы, собственно, и сделали буквально 3 дня назад. Так что, но еще кое-что, что я говорил в этом июньском видео, что очень вероятно, биткоин все еще не сделал пятую волну вниз. Например, когда биткоин упал здесь, в этой волне С, факт в том, что я могу посчитать только 3 волны вниз. Раз, два, три. И это проблема, потому что это слабо вероятно, что биткоин нащупал дно в этот момент, потому что всего 3 волны вниз. Потому что, давайте вспомним еще раз, что в этой разволновке по Эллиоту последняя волна в коррекции АБЦ, волна С, состоит из 5 маленьких волн. Раз, два, три, четыре, пять. Так что, другими словами, возвращаясь на график биткоина, для меня это выглядит, как... У нас была всего одна, вторая, третья волна вниз. И это означает, что мы все еще ждем пару волн. Волну 4 и волну 5. И вот почему в начале июня я говорил, слушайте, стойте. Скорее всего, мы увидим еще одну волну вниз. Потому что вот эта структура, которую вы видите здесь, для меня выглядит как коррекция, как зигзаг. Другими словами, эта структура для меня выглядит больше, как волна 4. Типа вот такой. И это означает, что у нас еще одна волна, чтобы сходить вниз, перед продолжением восходящего тренда. И вот сейчас мы видим эту волну 5, которая очень вероятно является последней волной волны С. Вот, Elliot Wave, еще раз, теория Elliot Wall, вы поняли. 5 волн в последней волне С. Так что, что я могу сказать, что последнее падение цены биткоина, и, кстати говоря, он упал прямо точно до нашей цели поддержки, до нашей первой цели поддержки 28 тысяч. Так что, я думаю, вы задаетесь вопросом, почему этот уровень важный. Вот почему. Потому что, если вы измерите волну 1,2 здесь, на этом графике, и по Fibonacci посмотрите на расширение 1,6, то это будет точно этот уровень, который вы видите здесь. На уровне 29 тысяч, это будет золотое соотношение Fibonacci. Вот такая история, друзья. Вот почему теория волн Elliot и Fibonacci могут быть очень вспомогательными для трейдера. Итак, говорю ли я вам, что... Я думаю, что волна 5 последней волной С дошла до дна. Говорю ли я вам, что этот паттерн отыграл? Буду с вами откровенен. Я не знаю, ребят. Потому что в моменте я все еще не вижу конечной структуры. Потому что, смотрите, график выглядит достаточно хорошо. Уже начинает выглядеть лучше, да? Мы видим ретест предыдущих лоу, понижающийся минимум. Это хорошая вещь. Еще и на дивергенции по МАГДИ, на позитивной дивергенции, это выглядит как двойное дно с медвежьей ловушкой в конце. Это знак того, что сила даунтренда иссякает. Это бычий знак. Тем не менее, ребят, дивергенция сама по себе, это недостаточно. Что мы хотим видеть? Это начало аптренда. И в моменте я пока все еще не вижу очень высокой вероятности разворота и продолжения восходящего тренда. Потому что, ну, по чесноку, смотрите, у нас всего три дня зеленых свечек, зеленого прайс-экшена. Несмотря на то, что биткоин очень круто отскочил, очень неплохо отскочил, сильный отскок, хорошие позитивные дивергенции. Даже если это выглядит очень прикольно, то, знаете, три зеленых дня – это пока еще не тренд. Это просто цена идет наверх три дня, это может быть отскок. Это еще не говорит нам о том, что мы развернули тренд и уже делаем новый аптренд. Возможно, что биткоин дошел до дна уже и развернулся. Да, это возможно, но это пока еще не очень вероятно. Есть разница между возможным и наиболее вероятным. Так что в моменте вот что я вам говорю. Я думаю, что есть высокая вероятность того, что это падение здесь в цене биткоина, которое мы ожидали последние дни недели, мы пока все еще не знаем, где эта волна нащупает дно. Но я думаю, что мы уже очень близко к потенциальному дну. Может быть, мы даже уже дошли. И я думаю, что график нам это показывает. Тем не менее, ребят, что мы не знаем, что мы до сих пор не знаем, это где пятая волна волны С, коррекционной волны С, нащупает дно. Потому что мы все еще не знаем, как глубоко эта волна 5 может уйти. Так что вот что. Как только волна 5 в волне С закончится, мы увидим большущий разворот наверх. И в моменте мы пока должны быть очень осторожны. Давайте не делать преждевременных выводов, просто потому что цена хорошо отскочила всего три дня. Знаете, трехдневное ралли, трехдневное зеленое движение, это еще не новый тренд. Так что давайте, ребят, будем осторожны. Я все еще верю, что волна С уже практически закончилась. И я даю высокую вероятность, что она уже закончилась. Но я все еще не вижу самого аптренда. Так что будьте терпеливы здесь, будьте осторожны, аккуратны. И дайте цене сказать самой за себя. Так что давайте будем осторожны, чтобы не ловить падающие ножи. Прямо сейчас в моменте вещи начинают выглядеть лучше. Но давайте просто немного еще подождем и увидим, что цена действительно устанавливает аптренд и высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Окей, ребятушки. В воскресенье я продолжу в закрытой группе делать анализ цены на английском языке. Если вы понимаете, подписывайтесь на Олесио, ссылка внизу в описании. Также подписывайтесь обязательно на CryptoCommons и CryptoCommons 2.0. У нас два канала, ссылки все в описании. Внимательно посмотрите. Всем большущего профита. Перевел Гринни. И до следующих видео. Пока.